Здравствуйте дорогие слушатели! Нажмите на колокольчик. Точка оставь комментарий. Казахских родов, Каз, Житиру, 7 родов, в русскоязычных источниках Семироце, Семироцкое поколение, один из союзов племен, составляющих казахский народ. Согласно Шежере, генеалогическому древу, одной из трех, наряду с Алимула и Байолы-1, крупных родовых объединений в составе казахов младшего Жузо, составляли восточное крыло младшего Жузо, и расселялись в основном зимой по среднему течению Сырдарьи в близлежащих районах, а летом перекочевывали на север в предгорье Урала. По материалам дореволюционной статистики численность Житиру на рубеже XIX-XX веков составляла около 270-300 тысяч человек, из них род Табын составлял 80 тысяч, Жагал-Байлы – 70 тысяч, Киреид – 30-35 тысяч, Тама – 40-45 тысяч, Талеу – 20 тысяч, Кер-Дири – 20 тысяч, Рамадан – 5 тысяч человек. По сведениям М. Тынышпаева, их число на 1917 год достигало 430 тысяч чел, из них 360 тысяч жили на территории Казахстана, остальные за его пределами, в основном в Бухаре. В дореволюционной России занимали земли Октябинского – Жагал-Байлы – Табын – Тама – Кер-Дири – Кастанайского – Жагал-Байлы – Уральского – Табын – Тама – Кер-Дири – Тимирского – Табын – Перовского – Киреид – Уездов. Устные генеалогические предания казахов связывают образование Житиру с деятельностью казахского хана-тауки. Тогда общим собирательным этнонимом младшего жуза было название Альшин, состоявшего из Альшинского союза разных родов. Во второй половине XVII века Таукихан соединил семь родов среднего жуза и дал им имя Житиру – семь родов. После этого младший жуз стал делиться на две части – Альшин и Житиру. Этот факт находит подтверждение в сведениях русского посла Аитив Келева, сославшегося на информацию хана младшего жуза Абелхайра. По сообщению Аилевшина, Тауки соединил эти семь родов по причине их слабости и неспособности противостоять многочисленным Альшинцам в междоусобицах и Барымте – коллективному угону скота. К этому необходимо добавить, что в условиях растущей жонгарской опасности нужны были сильные роды, способные выставить сильное войско. Также, по преданиям, Тауки поступил с родами Уак и Кирей, объединив их в один род Уак Кирей. Согласно некоторым народным преданиям, Житиру произошло от семи сыновей одного рода начальника. Около сер. Восемнадцать века Альшины разделились на Алимула и Байула. Каждый род в составе Житиру имел собственный Тамгу и Уран. Почти все они встречаются в составе кочевых племен Восточного Дождь и Кипчака в период до образования казахского народа. В XIII-XIV веках они наряду с другими племенами составляли население Акорда и узбекского улуса – Абулха и Раханства. Названия основных родов Житиру также встречаются среди многих тюркоязычных народов, а сам этноним есть в составе Башкир, Туркмен, Кыргызов и Узбеков. Цифра 7 в этнониме тюркских родов встречается у Кипчаков XI-XIII веков и других средневековых этносов. Житиру состоит из семи родов – Тама, Табын, Кердеры, Киреид, Телеу, Рамадан, Жагалбайлы. Дорогие слушатели, нажмите на колокольчик. На канал. Оставь комментарий.